Народные дружинники на страже границы. Только в минувшем году добровольцы в Баганском и Карасухском районах помогли задержать больше сотни нарушителей пограничного режима. А отрядам добровольцев нередко помогают и дети. Подробнее в следующем сюжете. Именно ребенок заметил в населенном пункте постороннего, пришел, сказал отцу, а отец уже был в этой дружине и сообщил на составу. Эта история случилась прошлым летом. В поселке Теренгуль Баганского района ребенок помог пограничникам задержать нарушителя режима. Для детей это скорее игра в шпионов. А вот для взрослых все серьезно. У Сергея Кривушева в отряде 16 человек. Говорит, добровольцы готовы в любое время суток прийти на помощь пограничникам. Взрослые относятся очень ответственно. То есть это как бы неожиданно, потому что, когда говорят, какой-то сбор, куда-то выезд, они как-то не спят, потому что возвращаемся в 2-3 часа ночи, а им потом на работу идти, они говорят, согласны, и эти мероприятия проводим. Для добровольцев регулярно устраивают обучающие семинары. Рассказывают, на что обращать внимание во время дежурства, как вести себя при задержании нарушителей и как проводить осмотр территорий. Работают дружинники не за зарплату, а скорее за идею. Люди, которые непосредственно принимают участие, они и своя деятельность хозяйственная, именно они находятся в 5-километровой полосе местности. И это позволяет нам получать ту упреждающую информацию, которая позволяет нам задерживать тех нарушителей, которые хотят незаконно пересечь государственную границу. Благодаря дружинникам и местным жителям только в Багане и Карасуке на границе с Казахстаном всего за год задержаны свыше 100 нарушителей. Так что пограничникам есть за что благодарить своих народных помощников. Валентина Чемизова, Сергей Нестеренко, новости ОТС.